Меня зовут Андрей Лобанов. Тема, которую я назвал вот эти встречи, планируется до конца года их проводить. Почему я и почему такое название? Значит, йога всерьез. Как раз йога может быть не серьез, может, к сожалению. Поэтому так и возникло такое желание. Оно возникло не только у одного меня. Я где-то около трех лет, даже нет, уже точно три года, занимаюсь, так сказать, международной программой подготовки преподавателей, разработки подготовки стандартов, международных стандартов по преподаванию йоги. То есть это возникла такая инициатива страны, наших индусских товарищей и Европейской Федерации Йоги, которой я состою и представляю Россию. Вот и возникла такая потребность у ряда ведущих преподавателей мира как-то повлиять на то, что происходит в пространстве йоги. Вот и есть ряд, ну как сказать так, именитых, известных людей, которые включили меня, убогого, даже от России. У нас 7 человек было, 8 человек и 7 стран. Там Индия, естественно, да, Германия, Италия, там еще Турция, там еще Франция, там еще Австралия, еще кто-то. Мы и Россия. Да, еще вот как раз эта программа, мы три года занимались онлайн каждый месяц, мы собираемся по-прежнему, сейчас просто уже секретариат по внедрению этой программы, да, уже мировое сообщество. То есть как мы эту программу можем сейчас распространять. Там сейчас готов уже сайт, я потом вам могу сбросить его, можете посмотреть. Вот, и направление, которое, ну как бы, задача этого направления движения, которое возникло у этой группы людей, за нами стоит не только там вот 7 человек, да, 7-8 человек, ну и там стоят организации, которые эти люди представляют там с вами всякие и так далее, которые все это делают. И в итоге, это три года работы, стандарты утверждены, они прошли в прошлом году, значит, такое как бы представительство, представление ее в Германии у наших партнеров в йога-виде, в международном крупном европейском центре, самым крупным. Вот, и сейчас идет уже работа по внедрению этой программы. Вот, и суть ее в том, что как раз вот те люди, которые немножко понимают в йоге, видят то движение, которое сейчас оно пошло не в ту сторону. Давно уже не в ту сторону идет, и это не устраивает в тех людей, которые что-то понимают. Это не йога, как индийская религиозная традиция, да, это не как фитнес, который сейчас популярен, это не юэйдж, который где-то тоже вот а-ля что-то оттуда взяли, оттуда взяли, ну такая отрыжка, западная отрыжка, практически какой-то переработанной индийской йоги, да, со всеми какими-то странными вещами, которые как фишки вставляются в какие-то вот странные формы, и все подается. Стандартов у нас там получилось восемь. Восемь основных стандартов. Эти стандарты разработаны не только вот сейчас с нами, да, их там достаточно много, на самом деле, в мире существует. Есть в Индии, но мы просмотрели очень много разных стандартов перед тем, как начать эту работу. Индийская вообще не подходит никому, потому что это можно убиться. Ну, то есть есть ассоциация индийской йоги, вот, и там настолько все вот так вот запутано, что для европейского ума, русского ума это вообще никак не подойдет, никаким образом. Вот, и очень много такого консервативного контента такого, где нужно все то-то-то-то-то, вот так вот, вот так вот, так вот, так вот, так вот. Причем там сладу нет между сами ассоциацией, они между собой, там, как пауки живут, и, в общем-то, очень сложно с ними даже в контакт войти. Есть организации, которая поддерживает эту нашу работу, это международная, ну, не международная, она международная организация United Consciousness, и есть организации, которые являются государственными организациями, то есть есть вот в Индии министерство йоги, ну, знаете, может, айюш называется, айюш, это там йога, айюнани, айюрведа, гаминопати, вот они все, что там вот считается у нас фигней полной, нетрадиционкой, они все туда, в это министерство запустили. Там работа идет, и они как раз распространяют и йогу, и вот эти все направления, айюрведу и прочее. Вот, а контролирует это все, еще есть такое специальное министерство, вот, как бы, по культуре, это иностранных дел, как же они называются-то? А? Совет по культуре, да, да, Совет по культуре. И вот они, как бы, тоже курируют это направление, потому что многие знают, есть альянс, так называемый, американский йога-альянс, и они вовремя как-то посуетились в свое время и создали вот эту общественную организацию, несколько человек, которые заявили, что вот они собирают всех йогов и вот какую-то написали там программу, она достаточно такая упрощенная, и как раз она поддерживает эту западную, западную концепцию йоги, где вот эти вот асаны, приоритет в какую-то инвейджерскую тему, и, ну, это чисто общественная организация, она никто ее особо не утверждал, это просто мы с вами собрались, сами подтвердили, записались и всем даем рекламу. Хотите, мы вот к нам, мы такие крутые, но они стали крутыми, потому что они были первыми. И народ стал собираться, и сейчас просто заплати денежку, дай анкетку, и ты получишь возможность получать сертификат европейской, вернее, вот этой вот американской, американского альянса, этой организации. Вот, ну, соответственно, значит, что является в данном случае вот понимание йоги как аутентичной системой, как аутентичной науки, на самом деле, уже как мы определить, что это наука, все-таки наука о человеке, наука о его сознании, о его развитии, трансформации. Вот это главная задача. И целью йоги, аутентичной йоги, всегда была одна – это поиск истины. То есть, как любая такая философская система, она всегда заинтересована в том, чтобы найти истину, понять, кто же я есмь, что есть мир, что я в этом мире делаю. И вот это есть как раз задача йоги. Истинной йоги. Вот как раз к этому мы и стремились, как подойти к тому, чтобы эту программу, которая мы… Ну, это не программа, вернее, стандарты. По ним пишутся, по этим стандартам пишутся уже программы. Разные школы в разных странах мира, они будут подготавливать свои программы на соответствие этим стандартам. Значит, там есть аспекты понимания как бы исторических аспектов, да, как, откуда возникла йога. Причем йога не возникла в Индии, на не только, понимаем, да, что это поиском истины занимались многие люди во многих местах, и в том числе и на нашей территории, и в Африке, и в Америке, и где угодно. Там, где есть люди, которые задают себе вопрос, что такое я, что такое мир, вот, и пытаются на него ответить. И поэтому создавалось много разных систем, но вот стало популярно и известно больше всего индийское направление йоги, которое сейчас, благодаря такому развитию вот этого движения, что ли, да, йогического, которое сейчас имеет огромный, огромный, 50 миллионов, да, по-моему, 300 человек, 300 миллионов, вот, где-то вот, когда мы начинали работать с этими стандартами, была произнесена дата, цифра, которую наши немецкие товарищи озвучили, известно каким-то источником, есть статистика, которая, но она не касается России, к сожалению, вот, то есть, ее не внесли в этот список, и ряд стран, которые, которые просто пока, так и тоже в неизвестности, вот, это где-то 300 миллионов человек занимаются йогой, вот, дату там, три года тому назад, даже больше. Ну, это, представляете, наша страна, две наших страны, фактически, да, занимаются йогой. И плюс еще добавить еще, нас вот с вами уже, наверное, да, кто-то здесь занимается, то есть, еще чуть-чуть. Поэтому, количество людей, ну, где-то, я считаю, что очень большое, поэтому это большая сила, большая масса людей, которая может много чего сделать, если будут правильно ориентированы, вот, в йоге, то есть, правильно ориентированы в той практике, которую они делают, то есть, правильно понять цели, задачи, которые у человека должны быть, которые хотел бы, ну, заниматься именно саморазвитием, потому что йога, это как система саморазвития, она рассчитана на само себя, то есть, на себя. Я должен научиться тому, что я могу сделать самим собой. Это самое главное, значит, как йога-терапия, да, то есть, я должен исцелить себя сам. Не кто-то меня, там, волшебным способом или таблетками что-то со мной сделает, а тут кто, значит, даст мне методику, технологию того, как я должен восстановить те параметры, которые нарушены благодаря, так сказать, моим неправильным невежественным действиям в отношениях самого себя и в отношении окружающего мира. Вот такая вот штуковинка. Вот, ну, и поэтому вот такое понимание, да, ну, могу кратко перечислить вот эти вот стандарты, которые они касаются, которые касаются, собственно говоря, той йоги, которая сейчас вот уже начала, так сказать, продвигаться, и прежде она начала продвигаться у нас в России нигде-нибудь, а в Нижнем Новгороде, нигде-нибудь, а в нашей школе, потому что благодаря тому, что вот я как бы этим занимался, я как бы пошел впереди паровоза. И уже у нас два курса, которые мы организовали, они идут по этой программе, то есть уже это международная программа, те, кто сможет ее защититься, как бы по окончанию, окончание будет феврале, первый экзамен двугодичного курса, два года обучения по этим стандартам, но, естественно, они немножко изменены, то есть мы изменили под нашу, нашу ментальность, под наш код, потому что смысл просто вот как бы брать, копировать какие-то, ну, скажем так, есть общие формы, мы так выторговали такое, как право себе, да, что в России это особая страна, особый менталитет, и у нас как бы должны быть особые тоже условия и изменения к стандартам. И больше того, мы сейчас, как раз где-то два года назад, мы открыли новое направление, ну, как новое направление, оно не новое, просто оно как раз учитывает вот эти все программы, вот эти все понимания йоги, но делает ли это ставку на современность, на науку, на понимание йоги, как не древние системы, которая возникла там пять и сколько-то тысяч лет назад, а как современной науки, которая может решать проблемы, задачи, которые стоят перед современным, перед нами, перед нашими вот сверстниками, соратниками, там, участниками нашей жизни, да, то есть мы, прежде всего, до самих себя, потому что мы являемся предметами этой самой системы, фактически, да, или эта система является нашим спасением, которое поможет нам нашей жизни решить наши личные проблемы, нашей жизни, прежде всего, потому что йога рассчитана именно на индивидуальное применение, на индивидуальное прочтение, это главное. И новое определение, которое вот как раз к йоге современного мира, я немножко на эту вот тему перейду, потому что, большей частью, я все-таки буду преподавать ее вам, рассказывать о ней, потому что через призму вот этого понимания, а оно возникло в результате, ну, больше чем уже скоро на 50 годов я этим занимаюсь, да, поэтому почти что, да, вот, и, соответственно, вот, прошел много разных вариантов понимания и разных смыслов, которые заполнялись, там, менялись, трансформировались, и в итоге вот дошел до жизни такой, такого понимания. И поэтому я вот и отвечаю на вопрос, почему я, потому что мне захотелось этим все-таки поделиться. Ну, есть понимание, да, когда, там, есть даже вот такой ведическом, что до какой-то период времени человек должен, там, сделать это, сделать это, сделать это, и вот дальше он, там, переходит в статус, если есть такая возможность, и, там, свыше ему спущена некая такая миссия, что ли, да, выполнять роль некого передатчика знаний, которые накоплены, которые прошли через этого человека, и вот он, ну, как бы обязан этим поделиться, есть даже такая интересная, вот, кто был, знает о Кумхамеле в Индии, да, Кумхамеле, слышали такой, да, такой праздник международный, как бы, все, все индийский праздник, он сейчас стал уже почти международным, он имеет начало в Махабхарате, да, то есть вот в тех сказаниях, которые, как сказки, рассказывались когда-то, и эта сказка заключается в том, что боги и демоны решили, ну, как бы, суры и асуры, на самом деле, суры и асуры, то есть не боги и демоны, а суры и асуры. Разница очень такая интересная, многие так, если хотят понять, да, суры, это те, которые пьют напиток, хмельной напиток суры, а те, которые асуры, которые демоны, они ему не пьют, трезвенники, вот, интересно, да, то есть боги, те, которые квасит, а те, которые не квасит, это, значит, вот, демоны, вот, и они, значит, вместе собрались и решили спахтать мировой океан, чтобы получить из него амриту, напиток бессмертия, ну, естественно, его дальше спить, чтобы стать бессмертными. И вот они начали это делать, то есть они нашли такого змеюку, который жил на дне океана, змея Шешу, огнедышащий дракон, фактически, они, значит, взяли гору Мера, так называемая гора Мера, они ее как мутовку использовали, значит, обернулись этого огромного змея за голову, так сказать, одни держали, за хвост другие, обернули несколько раз эту гору и вот так вот, значит, дергали, впахтали мировой океан. И вот там всякие штуки выходили, этот врач, который дал аюрведу, там, значит, много чего-чего, и вот там один, перед тем, как получить напиток бессмертия, значит, вышел такой, как бы, кусок яда огромного, так сказать, какого-то, какого-то огромной силы, который должен был уничтожить вообще все. И вот там проявил себя Шива, как один из богов, один из сур, значит, он взял и все это заглотил, и у него шея посинела, он сделал задержку и удержал вот этот вот яд в себе, ну, он дальше должен был переработать как-то. И он тогда ткнул трезубцем своим в Гималайи, там вот возникло три озера. Гезенкумп, мы там был, вот на этих местах, это в район Тибет, район Непала, непальские границы, там граница с Тибетом, вот это такие считаются три священных озера, туда много паломников идет, там интересные на самом деле места. Вот так вот, там это появилась вода, и он этой водой, значит, испил ее, и яд исчез, так сказать, был нейтрализован. И вот дальше пошла уже Амрита, то есть Амрита. Они собрали в кувшин, и этот кувшин, значит, они начали за него драться, то есть решили, кто же будет обладать этим. У каждого нашего богов, завладеть полностью только самим, не дать противнику, так сказать, уравнять шансы. Вот, и началась драчка. Драчка началась так, что вот три капли упали, обриты на землю. И в этих местах образовалась, как бы, так сказать, среда, где, святая среда, да, то есть это Харидвар, это Аллахаббат и Уджайн, то есть три, три города, да? Или пять? Четыре, еще какой-нибудь, еще какой-то четвертый. Насика. На четыре насика. И вот, и поэтому в каждом, в этом горе, в возникшем центре, городе, там есть какие-то особенности, свои особенности, вот особенности некой святости, куда шли паломники. И было предписано тем людям, которые получали эту святость от этого океана, то есть океан, как бы, вот эта консистенция амбрита этого океана, она была, ну, капли на землю, и дальше, как бы, от нее люди питались, вот те, которые именно духовно хотели развиваться, то есть духовную миссию выполнять себе, да? Вот они как раз шли туда, вот в этих местах, они получали, как бы, знания, получали развитие свое, и затем было предписано, чтобы они опять вернули это в мировой океан, вот это, или вернули это людям, то есть как бы создали такой, как бы, обмен вот этого духовного пространства, то есть как бы, которое пропускалось через человека, который создавал этот духовный, такой символ очень интересный, да? И эти реки, вот вернее, вот эти вот города стоят на, связаны они с Гангой, Ганга, который дальше уходит в океан, опять, она как бы, пройдя через большую часть Индии. И вот каждые 12 лет было предписано собираться всем святым йогам, которые практикуют, которые накопили свое, так сказать, вот духовное состояние, и дальше они омовение совершают, три раза омовение, в этих гатах, специальные такие места, где омовение, проходят парадом, сначала такой парад, собираются эти вот, ну, целые, ну, большой праздник, такой большой праздник, он где-то идет почти чуть ли не три месяца, вообще там. И вот там, например, в десятом году мы были в Харидваре, там где-то, я не знаю, 72, что ли, миллионы человек проходят. Представляете, 72, городишко там, я не знаю, не знаю, может быть там тысяч на стол, не больше. И вот, кстати, 72 миллиона должно пройти через этот город. Вот, толпы людей, жуткое, конечно, количество всего этого. Вот, ну вот, идея такая, да, и вы купаетесь, как бы, омовение, вот, от своей духовности, которую вы отдаете вместе с водой, как бы, помогая вернуть часть того, что вы получили от мира, от океана, от амриты, такой, да, вот вашей, и вы это опять, как бы, возвращаете мир. Вот, поэтому такая очень интересная легенда, и она чисто практически воплотилась. Ну, сейчас это, конечно, превратилось в бизнес, большей частью, там, шлепают этих святых за деньги, за всякие разные. Поэтому сейчас, конечно, там уже все не то, что должно быть, но долгое время это именно поддерживался вот этот вот статус такого духовного мира, духовного пространства, где можно встретить очень много разных интересных людей, шарлатанов, жуликов, кого угодно. В общем, за 72 миллиона достаточно много чего там можно набрать. Вот, поэтому вот это вот такая, может быть, моя тоже идея возникшая, да, как поделиться тем, что, в принципе, наверное, есть чем поделиться. И сейчас я просто перейду к тому плавно, чтобы рассказать вам, как я понимаю, что же такое йога, как, опять же, это моя интерпретация в данном случае, то есть, еще раз говорю, что это плод моего понимания, то есть, который пропущен через многие годы, многие общения, там, я участвовал во многих событиях и становление йоги в СССР, первые, как бы, какие-то первые шаги были сделаны для официального, как бы, статуса признания и в России, ну и так далее, так далее. Много чего было натворено. Поэтому у меня есть такое достаточно широкое понимание, видение и практика, плюс я врач, плюс, еще связано с психологией, то есть, как психотерапевт, одна из специальностей у меня психотерапевта. Поэтому такая, как бы, вот, ну, что ли, возможность и, может быть, необходимость даже, да, она как-то вот созрела, и я хотел бы с этим вот выйти в мир еще раз, очередной раз, потому что такая попытка у меня уже была. Хотелось бы, чтобы вы активно участвовали вопросами и своими какими-то, может быть, высказываниями, какие-то темы, что вас интересует. Потому что это дает мне возможность, например, сориентироваться с уровнем аудитории. Я могу очень, так сказать, глубоко залезть, и если аудитория не готова, вы просто не будете понимать вообще, о чем идет речь. То есть, в основном, это ориентировано на практиков. То есть, вот, может быть, сегодня мы попытаемся немножко, так сказать, в какую-то канву запустить понимание, но именно задача, моя задача, да, то есть углубиться в тему, которая были бы интересна тем, кто практикует, тем, кто реально могли бы получить не просто какое-то развлечение, то есть я не являюсь, так сказать, здесь развлекателем, мне это не интересно, давно уже не интересно, вот, а именно поделиться теми вещами, которые, на самом деле, всерьез могут кому-то помочь. Есть, это есть. Вот. Так вот, начнем с определения йоги. Когда-то, 2000 лет назад, был такой мастер, который создал текст, который сейчас поныне считается классикой. Классика йоги, на него, в общем-то, опираются почти все практикующие йоги, современные практикующие йоги, хотя текстов достаточно много, на которые ориентируются, там, хатха-йога, на которые ориентируются, там, более какие-то духовные направления йоги, которые, в общем-то, в Индии, они поделены на некие такие философские течения, которые называются даршаны. То есть все они религиозного характера и несут как раз задачу подхода, как бы, к реализации человеческой природы, вот, как бы, через вот эту вот философию религиозную выйти на связь вот с высшим началом. Там есть очень серьезные философии, глубокие, они даже немножко, может быть, атеистичные даже с нашего понимания, потому что они не совсем, как бы, признают даже понимание существования как бы некого бога, как бога, а некое, так сказать, вот нечто. Ну, то есть, современным языком говорить о некой разумной субстанции, разум, который существует и управляет этим миром, то есть некое понимание современной физики, которое говорит о вселенском коде развития, или то, о чем говорил академик Вернадский, до этого Теар де Шарден, француз, и вот это исследование, научное исследование, которое они совершали, да, как развивается вселенская жизнь, начиная от неживой материи, это вот как раз то, что исследовал академик Вернадский, и как дальше она превращается в биосферу, то есть живую материю, живой мир, который дальше следующим этапом является разумный мир, то есть ноосфера, сфера разума. Вот как раз вот это понимание, оно лежит в основе йоги современного мира, что мы, люди, как зачатки разумных существ, зачатки, я думаю, что согласитесь, да, если бы мы были разумными, не было вот того бардака, того безобразия, которое сейчас творится в этом мире, то, что мы можем складывать дважды два-четыре, говорить, там еще какие-то там эти все вещи, которые связаны с интеллектом, они не делают человека на самом деле разумным, разум гораздо глубже располагается, но эта тема как раз вот тоже может быть интересно поднят, что такое разум, и к чему же тогда ведет ноосфера, то есть не как там стать компьютерным интеллектом высшего порядка, который там может высчитывать и там все знать, все помнить и так далее, это все как бы то, что делают машины сейчас, вот что же такое разум с точки зрения вселенной, вот и соответственно вот эта вот система йоги как когда-то, 2000 лет тому назад, она также составила этот вопрос, похоже, да, что как человеку подвести к, ну там немножко другая тема, если братья Индию, в данном случае Индия, она заинтересована была в том, чтобы вот в тех условиях социальных, в которые жили люди, мир был несколько иным, да, как вот, ну, кто-то, кто бывает в Индии, кто бывал в Индии, ну, желательно, чтобы это бывание было не в туристических местах, а вот где-то там в глубинках индийских, там типа Бехарской школы, Бехарской какой-нибудь вот, штат Бехард, где-то такой самый, вот эти вот, самые-самые бедные, самые нищие, вот там можно воочию увидеть, как до сих пор все люди живут, до сих пор, без слез не взглянешь. И, соответственно, понимание, что это, там, 2000 лет назад было во всей, может быть, Индии. И, соответственно, тогда возникало понимание у людей, что в таком бардаке жить как-то очень сложно. И хотелось бы из него как-то уйти. Но существовала религия определенная, да, которая не давала этого сделать, потому что как-то уйдешь, если тебя карма догонит. Тебе говоришь, что карма есть такая. Вот если ты это-то-то-то-то сделаешь вот так, вот там сознательно себя умируешь, там еще что-то себе сделаешь, самоубийство, да, как у нас вот религиозные нехоронятые считают, что это, как бы, против Бога идешь, если ты себя кончаешь. Вот. А тут то же самое, да, то есть ты, как бы, ухудшаешь свою карму, и еще хуже тебе будет. Поэтому, вот, как говорится, шкандыбай до самого конца. Пока, как бы, пока не сменишь ничего. Поэтому трудись, работай, и тогда, может быть, тебе, так сказать, изменится ситуация твоя кармическая. И ты можешь воплотиться уже не свиньей, а, там, родившись человеком, как там, Соський пел, да, хорошую религию придумали индусы. Так вот, вот эта вот интересная такая, как бы, концепция, да, она позволяла человеку, а как же уйти-то хочется, потому что жизнь в таком, вот, в таком понимании, да, она невозможная, потому что эти касты, эти ограничения, они до сих пор существуют в Индии. Там, кажется, она скрытая немножко, так сказать, внешняя форма, а, на самом деле, там, все это так же существует, все так же, все внутри продолжается. Вот, так вот, эти люди пытались уйти, найти какой-то способ, как уйти. А тут, опять же, тоже на этой фонии хорошо помогает религия, да, она говорит, слушай-ка, а вот есть некое высшее начало, вот одна из даршан, там, во всех даршанах присутствует эта вселенская, по-разному называется, там, атман, там, значит, бруша, там, душа, бруша, вселенский дух, ну, давайте словами таким нашим, вселенский дух, вот некое что-то, что является основой мироздания, основой мироздания, то, что ей им управляет, вот это вселенский разум, можно назвать, да, и часть этого вселенского разума, она находится в каждой частице Вселенной, в частности, в нас, вот, поэтому у нас есть такая душа, и, как бы, некая возможность, которую реализовать, она, как бы, отделилась от, как искра, как бы искра Божья, которая поместилась в его создание. И вот каждый из тех, кто начинает осознавать эту искру Божью в себе, он способен дальше ее, как бы, довести обратно до, вот, вселенского духа и слиться с ним, соединиться, тем самым уйдя из человеческого существования. Это основная концепция религиозной доктрины, вот, индийской. Ну, есть потом дальше различные ответвления, но базово это именно так, то есть цель всех философий, всех религиозных течений – это слиться опять с абсолютом, то есть слиться с этим, вот, а для этого что нужно сделать? Для этого нужно полностью уничтожить из себя то, что есть человеческое. То есть личность, как таковую, со всеми проявлениями ее в социальной среде, поэтому там это аскеза, это уход из мира, это полное, так сказать, отрицание, отрезать от себя все связи человеческие, там, семья, дети, в общем, все, все, что там есть. Человек как бы принимает вот это, он берет себе другое имя, которое вот его привязывает непосредственно уже к новому, другому существованию. Он отказывается от имущества, он отказывается от всех благ, которые могут давать ему там через цивилизацию и так далее. Не моется, там он скудно кушает, голодает, медитирует постоянно. То есть медитация это не для чего-то, а для того, чтобы уйти, как раз вот, изменить свое сознание до такой степени, чтобы я перестал ассоциировать себя с человеком как личностью. До этого там потеря языка, то есть я не должен говорить, я не должен формировать те программы, которые есть уже у меня, которые возникли вот там за какой-то период времени, которое я там прожил, и вот я должен от них всех избавиться. И только тогда я могу получить вот этот доступ, возможно, доступ к этому состоянию соединения, слияния, которое называется самадхи, так называемое. Самадхи, но это не совсем правильно, мы должны с вами тоже над тем поговорить, понимание. Самадхи это не, это просто технология, технология. Вот, это как бы глубина, глубина погружения в объект. В данном случае выбирается объектом, когда мы начинаем практиковать йогу, объектами выбираются разными, разные объекты. Ну, чуть-чуть, и ладно, я к этому запомню, вернусь, это самое главное. То есть мы, если будем говорить о йоге всерьез, то есть сначала мы как бы все-таки обрисовываем некую такую часть понимания йоги, как она, ну, может быть, упакована по-разному, да, вот это понимание. Я пытаюсь ее как-то немножко, как бы, содрать с нее шкурку оберточную, да, и вот как бы подать ее в таком голеньком виде немножко, по-другому. Вот, многие там за это меня могут там пробжурить, вот как-то, вот, это же, надо же возвышенность, это же, вот, это святое. Святое – это то, что делается святым, когда мы назначаем это святым. Святое – это то, что внутри нас находится, и оно вообще не имеет никаких названий, никаких, так скажем, это только переживания, это только то, с чем можем соединиться. А вот с чем мы соединяемся? Мы соединяемся через вот состояние йоги. То есть йога переводится как, в данном случае мы возвращаемся к йоге Патанджали, йога Чита Вритти Гиротха. То есть определение йоги, которое дал тогда, 2000 лет назад Патанджали, это значит, вот это состояние йоги, то есть чтобы получить вот это состояние слияния, соединения, адекватные соединения, правильные, да, чтобы не просто я там в своих мыслях, в своих идеях, обычно мы с чем соединяемся? С мыслями и с идеями. Вот мне нравится красивая обертка, я соединяюсь с этой оберткой, я живу в этой обертке и пытаюсь в ней как бы существовать. То есть мне так удобно, то есть я не хочу видеть мир таким, каким он вот, может быть, там неприглядно в чем-то есть, поэтому я хочу его видеть вот такой красивым, таким-то, и каждый из нас проходит вот эти разные формы оберточки. Мы как бы, как эти змеи, снимаем с себя шкурку, если мы развиваемся, растем, значит шкурка снимается, сбрасывается, новая шкурка нарастает. Мы с этой новой шкуркой живем какое-то время, опять из нее выползаем, выползок отбрасываем, меняем наше понимание мира, понимание себя, мировоззрение, которое у нас меняется, создается, вот мы его постоянно из него выползаем. И вот задача как раз увидеть мир так, как он есть, без тех самых шкурок, оберток, которые не следуют, ну, как бы, так по-другому не получится. Патанжли говорит, что есть вариант, например, да, если вы можете получить это состояние швара пранитхана, то есть сути истины, то есть это, которое максимально приближено вот к знанию, знанию истины, вот слово истина, да, или действительное, то есть то, что есть на самом деле. Вот, и есть реальности, а реальности много, то есть мы создаем эти реальности, каждая шкурка – это отдельная реальность. Вот мы живем в какой-то отдельной реальности. Я себя отождествляю, соединяюсь к какой-то концепции представления о мире, о себе, и я в ней живу, вот пока она не изживет себя. Сколько мне на это потребуется? Хватит мне жизни? Не хватит. Некоторым их не хватает. Умирают с этой же и остаются. Кто-то, у кого есть энергии достаточно и стремление, они могут прожить несколько шкурок, менять много-много-много разных шкурок, приближая себя к какому-то пониманию, к некой мудрости, к пражне. То есть когда человек вдруг начинает понимать, как это, йога-знание. Йога-знание – это не значит, что мы набрали огромное количество какой-то информации, как компьютер, и пытаетесь там в нее швыряться, как курица в навозе. Нет, это образ другой. Йога-знание – это отбрасывание того, что не есть, истина. Это не то, это не то, это не то, это не то. Вот это вот сбрасывание не того, как бы, чтобы оставить то, что останется. То, что останется, вот с этим сливается, соединяется. Происходит соединение. И вот тогда соединение, оно получает переживание вот этого знания, глубины знания того, которое не описывается словами как таковым. Поэтому все, кто когда-нибудь хоть приблизился к какому-нибудь переживанию этому, ему очень сложно это выразить. Поэтому обычно люди, кто пытается что-то сделать, они там либо какие-то стихи, там, картины пишут, еще что-то, каким-то образом пытаются для себя это состояние, которое они пережили, его выразить. Но передать его очень сложно. То есть вот, вот, потому что для этого нужно просто войти вместе вот в это состояние. Поэтому Патанджли, пережив это, он просто описывает отдельными сутрами. Вот, давая только такие как бы намеки, потому что он не раскрывает всех вот этих вот комментариев, которые потом написано тома, огромное количество томов всяких, каждой свою интерпретацию дают. Вот, а именно сутра, она такая как бы сжатая, как афоризм. Тымс туда, тым, тым, тым. Это, 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 это. То есть как бы выжимка, сухая выжимка практики. И если вы хотите расшифровать ее, то мне нужно войти как бы там медитативное погружение. То есть как раз вот через эти слова, в принципе, мы можем добраться до автора. Ну, как, ну, кто владеет нашими технологиями, они могут легко так взять книжку, так, раз, погружился, вывести на автора, опа, понял. Книжку тоже читать не надо. Или там открываешь то, что тебе нужно. Вот, там, такого тома, ну, пять страниц, все. Открываешь, пам. Прочитал, все. Больше мне не надо. Потому что это именно для вашего развития, для кого-то понимания будет достаточно. Так вот, йога, еще раз говорю, да, визраиль, обращаемся к этому афоризму, йога чей-то в реке. Что же такое? То есть йога как состояние, которое максимально адекватно будет отражать то, что вы хотите познать. А вот, когда мы получаем это состояние, дальше мы направляем его на разные объекты исследования, что мы хотим исследовать. И там есть тоже ступеньки. То есть, как человек двигается по этим ступенькам, что он сначала изучает. Ну, прежде всего, самого себя. То есть, если я себя не знаю, тоже есть такое я, как я устроен организм свой, психофизический организм, начальные стадии энергетические структуры, как работает моя информационная система, как я обрабатываю информацию, как я ее получаю, правильно, неправильно, как я ее накопил, этот накопитель мой личности, в виде личности, это как бы одна из грубой формы сознания. Как дальше я могу ее развивать? Как развивать? Куда я должен войти? Я должен войти в соединение вот как раз с той самой вселенской сутью. То есть, то, что называется, скажем так, как мы говорим религиозно, это вселенским духом. То есть, или вселенский дух, или мировая душа. Вот нечто. То, что является в основе... Причем, есть сейчас эквиваленты объяснения, которые дала наука. Почему мы говорим, что наше направление, оно опирается на вот эти вещи. Для нас это гораздо, что ли, понятнее становится, когда мы привязываем к этому исследование науки. То есть, некие мифы сказочности, которые там... Это начальная ступенька. Обычно люди все хотят сказок. И Толкина там посмотрели, там еще чего-нибудь. Вот это сказки. Хочется в этих сказках пожить, поиграться, потому что жизнь, наверное, такая не очень как-то вот. А вот там-то там красиво, там лыцари бегают. Ну и так далее. То есть, мы как бы тут начинаем видеть мир, как он более развертывается в том... А какому он развертывается? Он развертывается в определенном информационном пространстве. Информация – это главное, то, что развивается на самом деле. Вот если говорить о тех исследованиях, которые провел, например, Академик Арнадский, то есть, как бы... Вот у каждого состояния неживой материи. Там огонь, вода, воздух, то есть элементы, которые там между собой бубук-бабук, там все взрывается, там какие-то вулканы, все неживое, камни где-то расплавляются, потом воспаряются. Это все как-то вот где-то живет. И вот оно, каждый имеет свое состояние. Ну, не знаете, что оно имеет. Оно просто имеет. Это мы уже там, для того, чтобы нам нужно, пытаемся их описать, найти какие-то слова, эквиваленты. А до этого просто есть знания. Вот огня, воды, там еще чего-то. Я просто с ним соединяюсь. Я с ним и живу. Я есть это. И вот стать этим, это значит получить знания. А не описать. Ну, огонь – это такой-такой, формулы нарисовали. Это интеллектуальное знание. Оно ничего не дает. На самом деле, знание об огне. То есть, я не могу управлять огнем, как-то как бы. Я могу сделать прибор, я могу сделать какие-то там спички, которые могут огонь высекать, потому что они знали, как он работает. Но стать огнем я не могу, потому что я с ним не соединился. Я соединился со знанием, описанием огня. Вот это разница, в чем йога. А йога – это как раз, когда я отбросил описание и соединился с огнем. То есть, информация, которая содержится в огне, она отличается от воды, она отличается от воздуха, отличается от других элементов. И вот, когда мы касаемся дальше биологических объектов, которые также информацию эту в себе несут, как получается, что каждый человек или каждый объект, с точки зрения той же восточной философии, он в себе содержит все эти элементы. Ну, в разной пропорции, в разных каких-то комбинациях. Преобладает один элемент, тот другой элемент. То есть, у кого-то огня больше, у кого-то воды больше и так далее. То есть, проявления этих элементов, информации, они вот таковы. А дальше они тоже преобразуются. Они преобразуются в некую функцию того или иного объекта биологического, который занимает свое место в этом мире. Если я тушканчик, у меня жизнь тушканчика. То есть, у меня функция тушканчика. Я живу для того. А вот змея, она меня сожрать хочет. У нее своя функция. Ей нужно учиться меня сожрать. Да? Поэтому для нее, для этого у нее есть специальные приспособы. Там зубы, яд, прочее, прочее. А у меня есть убежать от нее. Ну, это тоже размножить. Там траву какую-нибудь пожираю, там, гажу, как нужно. И вот, дает основу для какого-то другого там продукта. Там растения вырастают. У меня особая такая, особый кал тушканчика, например, который необходим для каких-то, может быть, микроорганизмов. То есть, все завязано. Понимаете, такая интересная штука в этом мире, что он все завязывает. Так придумано все. Так все грамотно. Ни один компьютер такой не сочинит. Вот. Насколько все вот в этом многообразии и все в увязке, что оно все как-то друг друга дополняет, друг друга развивает, друг друга поддерживает. Так вот, каждый имеет функцию. Если я хочу понять тушканчика, я как человек, как бы им... Это моя функция человека. То есть, у меня есть там определенные данные человека. Я могу жить как человек. То есть, вот, выполнять такие-таки-таки-таки-то вот задачи, которые... Но выполняю ли я их? Вот тушканчик, он точно выполняет. Потому что у него других сомнений просто нет. А у человека есть. У него есть свобода выбора. Он может быть человеком, а может быть не человеком. Гадом, сволочью, богом, полубогом, негодяем. Ну, что хотим? Пожалуйста. Мы имеем такую возможность выбора иметь. надевать на себя разные информационные, так сказать, среды, которые как капсулы, так и бамс, делал, я вот такой. И живу таким образом. То есть, моя личность, она обретает вот такие черты, такие качества. Я с этим живу. Другой, как бы, вот эту шкурку-то поменял капсулу, надел другую капсулу. И в другой капсуле живет. И вот так вот мы отличаемся друг от друга набором капсул. Каждый свои функции, свои задачи выполняет. Причем достаточно так сказать, информационный набор, каждый капсул, он специфический. То есть, каждый, мы этим отличаемся. Как мы набираем эти среды? капсулы, они как бы, вот некие скафандры пустые, бегают вокруг, летают. Представьте, вот такая вот картинка. Вот мы сейчас с вами сидим, и вдруг мы сейчас обнулились. Вот. Каждый освободился от своей капсулы, от своей скафандры. И раз, и вот, опа, появляется какой-то пустой скафандр. Туууу, пустой сидит. Ну-ка, дай-ка мы его. Чик, надели. Через некоторое время вы начинаете обретать какую-то функцию, становитесь в профессию какую-то, входите, там еще во что-то, какие-то отношения, и вы становитесь неким чем-то другим. Даже забыли, кем вы были до этого. Так обычно и происходит. То есть люди теряют вот эту преемственность каких-то своих внутренних представлений о мире, о себе, заменяя полностью, отрождествляясь вот с этим. Отсюда возникает понимание как раз современного определения йоги, которое я несколько лет назад дал. для себя как бы сначала думал, что ж такое в конце концов йоги, если по современному пониманию йоги потанжлилил вот так. А для меня это понимание, что йога – это природная способность. Природная. То есть мы, каждый из вас, обладаем этим состоянием. Потому что мы соединяемся с информационной средой, с которой мы контактируем. И эта информационная среда составляет содержимое нашего сознания. То есть мы становимся вот этим. То есть чем мы рядом побыли, погрузились в среду, смотрим 24 часа телевизор, все, через месяц мы телепузики, как это называется. То есть полностью перепрограммированные существа. 40 дней и готовы. Поэтому также мы попадаем в среду, скажем, когда мы рождаемся, мы же не имеем, никто из нас не имеет языка. То есть мы не можем определять, мы не можем создавать сравнения какие-то, потому что не с чем сравнивать. И поэтому мы как берем все в чистую монету. Вот то, что рядом находится, мы впитываем в себя, как некую губка. Эта губка впитывает в себя все и становится это основой для нашей личности. Ну, скажем, вот те энергоинформационные среды, которые нас окружают, мы не можем их считать, потому что слов нет. Мы их считываем по-другому, мы считываем как будто вот то, что называется интуицией. Интуиция – это, если не просто, угадайка. Это не угадайка. Понимание интуиции. Вот давайте мы выберем слово понимание, интуитивного понимания, что это не угадайка, а это информационная развертка знания в чистом виде. Вот когда мы получаем какое-то соединение с чем-то, то мы сразу пытаемся его определить, дать ему название. То есть, через наш мозг может пропустить и дать ему, а на что это похоже? А, это красного цвета, как кровь. А это, опять слова, кровь, то, все, 5-10, какого оттенка, генозно-артериальный, и там дальше что хотите. То есть, в зависимости от того набора знаний, которые вы получили, профессионального. То есть, вы описываете что-то, что на самом деле уходите очень далеко от реального объекта, который имеет там такую вот краску, например, там еще что-то, такую консистенцию и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вы с этим не сталкиваетесь в данном случае. То есть, вы как бы сразу уходите в описание. И сделать уже вот с этим объектом ничего не можете, потому что вы находитесь, ваше внимание, как главный инструмент, с которым мы работаем, вот в йоге, главный инструмент – это душа, на самом деле, да, то есть инструменты души, то есть психики. Слово психика, душа – это вот как бы то, что синонима равна. Так вот, мы, соединяясь вот с чем-то, мы получаем знание об этом. Либо в описании, если нас интересует только описание, это будет интеллектуальное знание, которое мы накапливаем в своем уме, прочитанные книжки, идеи, которые мы себя там зародили, божества какие-то, которых мы там признали себе, то понимание мира, которое мы себе выстроили в результате определенного представления или там каких-то встреч с кем-то, с чем-то, это как бы создало наше содержимое сознания. То есть мы в него вошли, мы его закрепили в себе, мы в нем живем. Это наше видение мира, видение себя в этом мире. Оно не является истинным, в данном случае. Это реальность. Оно недействительное. То есть оно не отражает настоящего того, что есть. И вот как раз это и настоящие-то йоги, которые об этом задумались. Они говорят, что на самом деле истина-то? Вот я такой, сегодня такой, а этот вот такой. Все разные. А как вот каждый по-своему описывает что-то? Один объект, каждый описывает свои позиции. Потому что у него есть своя позиция. А позиция откуда возникла? Она возникла от этого соединения информационной среды, которая сложилась в его личности, личность с описанием, с набором. Он кого-то там, ну скажем, в детстве его не любили, этого человека. Или там не ее, а его, оно, они кого-то. Не любили. Мама не любила, папа не любил. То есть человека, или вообще, может быть, его в детский дом заправили, там вообще кошмар какой-то был. И вот он жил вот в этом. Это информация, которую он собирал на уровне интуиции, то есть он непосредственно с ней соединялся, она откладывалась в его глубоких недрах. Она дальше ложится на описание, когда он научился языку, и он выберет из того огромного количества описаний в этом мире то, что ему будет ближе всего вот к той подушке интуитивной, вот той информации, которая у него заложена в его личности, в основе его личности. Вот почему не работает психология во многом, да, рациональной психологии, потому что она имеет дело с описаниями. То есть мы описываем что-то, давайте поменяем описание, давайте. Вот вам не нравится это, давайте встаньте вот этим. То есть есть технология попытаться как бы отказаться от этого описания и заменять его другим описанием. но оно лежит на фундаменте, на подушке вот этого не пережившего состояния любви. Я никогда этого не испытывал. Вот мне там что уговорить, я могу там кучу романов прочитать, всяких Тургеневых там, всяких там Толстых и так далее, всех Ростовых, но я не смогу это переставить, потому что у меня нету этого. Я могу это представить, я могу это вообразить как образ, но я этого не пережил, у меня этого нет. Вот. Поэтому это глубокая ущербность и которой личности не изменить. То есть он не сможет ее, он может там мимикрировать, подстраиваться под какие-то там эти идеи создавать новые для себя и для других, подавать тебе такой. Я делал идеи, которые настолько изощренно создавали свои образы сами себя. Мы каждый это делаем на самом деле. Но есть такие варианты виртуозы, то есть личность под личностью, там огромное количество таких. все это с хорошей памятью связано. То есть там память, которая там это Тургеневская женщина, это вот такая, это вот такая, это вот Куприн, а это вот все, а это все. Это как бы создает прочтение, воплощение нового образа, который где-то ложится в глубинах этой личности. И она и эту личность выдает эту картинку, когда это необходимо. и на самом деле не добраться до того, кто же на самом деле. А на самом деле там большая, так сказать, яма, глубина, такая пустота с нелюбовью, например, с состоянием, которое нужно как-то чем-то перекрыть, закрыть, иначе там жутко. С этим встретиться просто невозможно. Это больно, это очень больно. Поэтому я лучше играть буду в какую-то картинку, придуманную для себя образ, религию, стремлюсь к Богу, еще к кому-нибудь. Но Бог-то находится внутри меня, вот он там, вот в этой вот жижи, которая в глубине, которую я боюсь трогать. А это нужно трогать. Только тогда можно войти в нее, изменив вот это все. То есть, изменив, соединившись, пережив вот это состояние, пережив это состояние, тогда, возможно, оно перестанет на меня действовать. То есть, тогда поменяется очень многое что. Вот это как раз и является основой следующего уровня познания, когда мы направляем вот это состояние, когда мы учимся как-то делать, а мы учимся это делать с помощью трех главных психических инструментов. Вот в йоге, в классической йоге, мы имеем дело с тремя так бы триве, я называю, тривы. Это внимание, воля и вера. Вот они являются как раз главными структурами, которые создают вот это соединение со средой, которой мы сталкиваемся, с которым погружены. Вот что? Мне нужно направить первое внимание на что-то. Чтобы что-то познать, я должен вектор куда, что во мне такое двигает, что мне нужно выбрать всего, что здесь находится, кого-то, кто меня будет интересовать. или что-то мне будет интересовать. Может, мне все сразу интересует. Поэтому я внимание не фокусирую на одном объекте, а я фокусирую, я его разворачиваю, деконцентрируюсь, не концентрируюсь, а деконцентрируюсь, я созерцаю, созерцание. Концентрация это когда я на кого-то, на что-то. Я собран фокус. Мне интересен это. Это мое внимание собрано таким образом. Это вид внимания. А я могу его развернуть, если я управляю. Это уже технология йоги. Могу его развернуть, могу свернуть. То есть я могу им управлять. Если я им не управляю, то оно управляет, то есть внешние объекты управляют мной. То есть закладка какая-то, например, которая во мне существует, в моей памяти, каких-то моих пережитых впечатлений. А что-то не отработал по жизни. Мне запало когда-то где-то что-то. И вот я вдруг встретил похожее что-то, что во мне запало. И я мгновенно сразу на это реагирую. То есть мое внимание ловится туда. Я там. И оно мне захватывает. Я начинаю что делать? Создавать связь. Я соединяюсь. Происходит контакт. А это контакт завязывает. Что завязывает? Судьбу. То есть мы получаем обстоятельства, которые связывают нас вот с этим. С тем, что нас притянуло, наше внимание соединилось, дало туда энергию этому. То есть объекту, на который я вдруг среагировал. Поэтому кто там изучает психологию, аниме, анимус, юнга, он тоже как к этому пришел когда-то. Что каждый мужчина и женщина имеют образ матери или отца, которые как образ ориентируются дальше на партнере, ищут партнер похожим, который какие-то сигналы выдает похожие. Вот и вот это понимание, которое соединение, спонтанное соединение, оно формирует отношения, которые прорабатываются как обстоятельства жизни. То есть мы начинаем лепить свою жизнь. Мы боги, мы же боги на самом деле. Мы чудеса творим. Вот это вдруг наша энергия почему-то мы создаем отношения, мы создаем миры своей силой, своим вниманием, волей. Воль это энергия, которая начинает обретать новую какую-то оболочку обстоятельств, каких-то встреч, притягивания людей к этому. Именно тех, которые мы сейчас призвали вот сюда. запрограммированность. Запрограммированность была изначально. Мы пропустили какой-то блок информационный, который в нас попал. И он оказался нереализованным. Так называемый саньяма. Это саньяма как раз вылезло и попалось как раз где-то. И я зацепился, я вошел в нее и мне нужно прожить ее, переработать, вынести какой-то опыт в данном случае. И каким-то образом отпустить от себя и так далее. Либо создаться новая карма так называемая, кармическая среда, которая будет либо страдательной, либо не очень страдательной, либо может быть доброжелательной какое-то время. По пониманию йоги, в данном случае классической йоги, любое кармическое формирование уже несет в себе страдания, потому что ограничено. от невежества, от незнания того, что мы отождествляемся с тем, что на самом деле не имеет под собой основы, глубинные основы знания этого вселенского духа, который как раз всем этим делом заправляет. вот если мы держим в себе это, в меру других системах китайских даос, дао, следование дао, понимание дао, как чувствование, опять же, это не образ какой-то, который вы придумываете, описали словами, это чувствование, то есть интуитивное следование пути, когда вы его чем-то внутри себя улавливаете. Это что-то как раз и нос по ветру. если вы попадаете в эту волну, вы делаете все, что вы не делаете, все правильно. И оно не несет ни с собой никаких негативных переживаний, ограничений, потому что это так необходимо. Это то, что наше понимание, когда человек вышел на свою задачу, свое место в мироздании. Для этого нужно потрудиться. Как раз система йоги к этому и приводит. Она ведет к тому пониманию, чтобы человек освободился, очистился. То есть как будто это крия-йога, начальные крия-йога, познание. Я познаю себя, познаю то, чем я познаю, потому что это очень важный элемент. Правильно я познаю, потому что мы с этого и начинаем. Должен наработаться инструмент правильного познания мира. То есть тем инструментом, который мы пользуемся, он неправильный. А чем мы пользуемся? Описанием. Описанием на чем построено? На языке. А язык по чем? про понятия. А понятия про идеи. А идеи они построены на том, что я себя принял, потому что у меня есть к этому предрасположенность. Вот тот самый фундамент интуитивный, детский, который я не могу изменить. Он ложится на него все. Вот на него ложатся эти идеи, представления, я их свято могу отстаивать, я буду бороться за них, кусаться, драться, убивать и так далее. Потому что это мое все. Как я должен отказаться от своего всего, ради чего? Моя идея, это сколько людей положено за идеи. До сих пор мы этим занимаемся. То есть люди бьются не только за металл, но и прежде всего за металл, за идеи. Идеи, они главные, религиозные идеи, другие идеи, всякие разы, социальные идеи, убивают, уничтожают друг друга ради идей. Ради чего? Пшика. Нет ничего. Информация такая. За информацию люди убивают. Это на самом деле вопреки миру природы, на самом деле, потому что конфликт возникает от невежества, от незнания того, как устроен мир. Поэтому решение проблемы, которое предложил 2000 лет назад на Ирпатанджили, это следующий этап. Саньяма. Саньяма это как раз способ того, как применять состояние йоги, на что направить мое внимание, мое активное внимание, что я должен вначале познавать. Первое начинается начальное йога, познание себя как целостной системы, которая устроена по тем функциям, человеческим функциям, которые, я обычно матрешку показываю, матрешка дает возможность видеть, как мы имеем тоже функции на каждом уровне своего существования, которые слепились, создали какую-то систему. В этой системе мы начинаем жить, функционировать как часть вселенской системы, которая порождена ради чего-то. Мы думаем, что мы просто какие-то выродки, которые нас выродили, и бросим. Нет. У каждого есть своя миссия, у каждого есть своя функция. Она будет большой, маленькой, но все зависит от уровня понимания, уровня знания, которые способны вместить в свое содержимое сознание. Очень важная тема, у нас была конференция «Экология сознания», как раз это определение, которое было дано, я опирался на физику, не метафизику, а именно на физику, когда Лео Леонидович Герловин в своей парадигме жизнеспособных развивающихся систем представил мир как многомерное пространство, каждая система представлена. Представляете, что такое? Представлена. То есть, вот есть огромный мир со всеми слоями. Представьте, что вы в нем, каждом из этих слоев присутствуете уже. Уже присутствуете. Что самое интересное? Но вы не хотите, не то, что не хотите, вы не знаете, что вы в них присутствуете. Поэтому мы живем, для нас это мнимые области какие-то там фантастические, где-то там мир богов, каких-то демонов, еще какая-то чертовщина и экономика нужна. У меня и задача, я должен работу пойти завтра, вот с этим отношением отработать, вот это все. Поэтому мое внимание оно зациклено на вот на этом мире, на этой реальности. Мне неинтересна вся эта вот фигня, которая где-то там, в которой я тоже представлен. У меня есть и канал связи. И вот если говорить о йоге высшего уровня, он способен, отказавшись, ну как бы, управляя вниманием, он отходит от этого зацепа на то, на что его поймало, поймал, человек на что-то поймал, есть какой-то живец, на живца ловит, на что он попался, на богатство, на власть, на значимость, самоотождествление с чем-то, принадлежности появляются, какие-то к чему-то, кому-то, потому что легче быть в принадлежности, чем самому пробиваться по жизни. Я в церкви принадлежу, я этому принадлежу, я нации принадлежу, я миру принадлежу, я этому принадлежу, и так далее, и так далее. То есть я человеку принадлежу даже уже, я же не совершляю себя с волком, я человек. Поэтому мы проживаем этот поток внутренних знаний о себе, и если мы его как-то осознаем, способны осознать, способны выйти за пределы, то мы способны выйти на эту связь и стать проводником так называемых тонких содержимых сознаний, которые не связаны с личностью. Личность – это как раз вот эта та грубая форма содержания, содержимого нашего сознания, которая перекрывает вход в другие миры, другие каналы. Вот поэтому существует какой-то в литературе где-то каких-то личностей. Личность – это враг, которого надо уничтожить. Этим занимались и в буддизме, и в других религиях восточных уничтожении личности. Пока не поняли, что этого делать нельзя, потому что если личность уничтожить, с чем я останавливаюсь, я ничего не останусь, я ничего не заменил. Личность можно только перетрансформировать, перевоспитать, стать кем-то, исходя из той личности, то есть информации, которая есть во мне. Я есть мета. И вот это трансформируется в некое другое. А если я ее полностью уничтожу, создать как раз такую форму аскезы, перестать отразляться с этим, с этим, с этим, переосознавание, переформатирование. Вот эта задача как раз стоит. То есть я выползаю из этой шкурки и максимально тонкую шкурку на себя надеваю, которая способна понимать, чувствовать, видеть, другие формы жизни, другие формы существования и в них участвовать. Вот что самое интересное, что йог высшего уровня способен участвовать, находясь на земле, в отношениях каких-то, бегать, прыгать, в семье жить. в это время он там решает какие-то другие задачи, другие проблемы. То, что у него есть канал связи, он о нем знает, он умеет им пользоваться, он может выходить на какие-то уровни, которые недоступны для обычного человека, который, ну, как сказать, приземленный. Ему жить надо, вот тут, работать, у него тут, 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 бизнес, там, еще что-то, не до этого. Вот, поэтому вот это вот йогическое понимание, как бы, я как бы пытаюсь как раз дать максимальную картинку, да, какую возможную, то, что если вы читаете в Махабхарде, там в йоге вот они такие, там, брасл, он какой-то мир, там, залез, там, порешал с кем-то, там, подрался, при этом он сидит там где-то в пещерке своей, там, еще что-то делает, или там, в свите какой-то ходит с кем-то, то есть, побаиваются, знают, что-то там, вроде он такой же, ножки, ручки есть, там, все остальное живет так же, а он что-то другой, у него что-то такое есть, он может и там, поэтому лучше не связываться. Но это многие и ту characteristic, и чувствовали, поселение какого-нибудь йога рядом с селением, они лучше жратву ему принесут, покормят, но только это, ты уж, батенька, там, за нас помолись, или там, помедитируй, но только что это, не трожь нас, мы тут тебе, вот, с подношенницами вот таким образом на поэтому сейчас используют эти шарлатаны которых то вы не вы не ходит на этом показывает какой-нибудь этой корзинкой там с витром какими-то положимов еще наряженные какие-нибудь поэтому такая как бы тема сейчас за за фотку надо добавить фотографируйте с ним вот такая как бы тема на поэтому йога вот в том понимании которым сейчас мы с вами говорим это гораздо серьезнее чем просто там быть здоровым управлять какими-то своими функциями кишечниками еще чем-то вот это это только начальные очень начальная часть до 3 до часа еще мы два уже определили дать внимание воля внимание это понятно да что она имеет разные и виды и внимание это тоже мы сейчас к технологиям если подойдем работать с технологиями йоги как как же теперь вот этого состояния может было добиться и вера вера как воля эта энергия которая соединена с вниманием если внимание соединяется с вот она заряжена как бы вот чем больше интересов человека то есть чем больше он как бы за за мотивирован на чем-то зачем он как бы фокусироваться внимание он как бы становится таким реальным реальным богом да потому что он может он способен как раз создать такое наполнение реальности вот своими мыслями то есть он создать мы все создатели на самом деле мы создаем и не замечаем что на самом деле мы творим вот ничего не было вот мирно захотел получил а этого не было мне было а вот и появилась там в работе профессии там вещи какие там создаете еще что-то вот захотел и сделал вот из этого неживого может быть каких-то там конструкторов но я это слепил и она сейчас проявилась и это живет теперь я там сотворил картинку нарисовал там стихи написал книжку написал там тогда она живет теперь это творение там какие-то отношения создал они тоже живут профессию создал школу создал еще что-то этот живет это работает теперь она живет потому что туда сложилась стекла энергия энергии внимания воля и вера я верю вот вера это третий элемент короче важно потому что если мы вера не в кого-то и боженьку вера в себя то есть как бы главный инструмент с которым мы имеем дело то есть человек который ну как бы сад на про направил свое внимание на определенный объект реальности какой-то вот которую хотел бы сотворить вокруг себя своей личностью своей жизнью да он начинает ее лепить ведь же и если он не верит в то что он это делает может что у него вот это вот его задумка его его мысль какая-то его его энергия который воплощается если она не будет подкреплена верой то она рассыпается то есть это как бы это реальные технологии которые мы обучаем например в разных системах которые практикуются в йога терапии или в системе йога лам нашем да как бы ты как если вот это состояние у вас нет работа на то но практика она не не получит подтверждение дальнейшего то есть вы как бы вот поделали поделали кто издулись как бы не завершили ее точку не поставили то есть вот воплощение например как бы словах мантра например там слова слова да будет так аминь как бы завершение вот все я это сделал это есть это уже проверишь это уже совершилось вот технология например самовнушение как бы идущие да так как бы там техника техника сугестивные если вы не иметь не верите то все разваливается то есть вы не сцепляете вас нет цемента который бы удержал вот то что вы захотели создать хотели создать а будем развалилась в голове то но есть как образ но отвердение его то есть не он не прописался вот во все вот эти вот другие структуры то что не получил привязку к вот какого-то другого уровня который прописал вот эти все как бы порядке которые должны быть заполнены то есть некий пирожок который слоеный ну так 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 а это в слое нет например да почему потом рассыпается вот поэтому когда мы говорим о такой системе и юге да как к технологии югидом обладе овладевается она с помощью вот этих вот трех вы обучаемся этим технологиям как управлять вниманием управлять своей энергией волей и как управлять верой управлять верой то что это как бы тех на это я будет то что обычно это главный инструмент нашей души которые хотел бы кто-нибудь поиметь мыть вот дело почему люди мы говорим там бьются за идеи за пришел за религиозные идеи потому что религиозная идея это она построена на вере я говорю что вы должны поверить в мою мою идею мою религиозную идею моего бога нет вот твой бог неправильный моих правильный поэтому что почему если я вас подцеплю на какую-то свою свое верование на свою идею то я буду как бы с этого тоже иметь какие-то дивиденд вот и грегор там есть понимание да и некой информационного информационного поля и путайте но сферу информационное поле то есть мы все находимся в информационном поле информационной среде до которые мы составляем как человечество как там информационное поле города информационное поле вот этого зала например да мы как бы создаем вот момент сейчас нашу энергия наши силе они вот здесь находятся а вот но сфера другое это как раз вот та разумная разумность того как мы пользуемся всеми этими благами вселенной и как бы чтобы они с сбросами соразмерно сценарному плану который не нами придуман но мы в него описываемся вот это чувствование нос по ветру это интуитивная поэтому состояние йоги просто внимание воля вера этого недостаточно если мы соединяемся с идеями то мы соединяемся с идеями мы не получаем состояние йоги то есть нас когда ловит на крючок идеи наше внимание воля вера то есть наша душа она попадает зависимости от какой-то идеи ведь какая интересная штук попробуйте понять это как мы ловимся на очень все наши ресурсы души ловится на определенные идеи и тогда владелец идеи управляет нами нашей энергией нашей душой всем и мы и нами нашими действиями дальнейшей нас купили туда сделает он там партия решила партия заставила партия сказал комсомол там ответил есть поехали поэтому значит дальше а тогда что же тогда что же еще какая составляющая вот в определении современной йоги а это чувственные интуитивные формы взаимодействия без нее ничего не получится поэтому как раз она у она это пер это по площадь к первой части как раз кто есть йоги патанжеле опять вернемся к ней йога читаврити ниротха то есть он то как раз об этом и говорил начальная зона как раз получение от этого состояния которое реальное все на в смысле действительно и нереально действительно который соединяется с действительным не с идеями а вот идеями являются так называемые наполнение нашего сознания брить и брить и это связано как раз словесно образной формой описание мира понимаете чем нет речь то есть мы вот можем напрямую понимать знать что-то для этого нужно направить внимание волю на это без слов без описаний без идей их а нужно отбросить поэтому как раз чтобы получить состояние йоги вот живое чит которое могло бы получить связь с прямой информацией напрямую пережить ее не описать а пережить но это как раз нужно отпустить читаврити то есть их нужно убрать и получить состояние ниротха они рот как раз вот то когда этого читаврити нет то есть читает осознание то есть содержимое сознание которое заполнено брить и 5 в рите за те которые связаны с органами чувств которые управляются информационным содержимым которые мы уже заложили в описание нашей личности это есть еще раз в личности мы сформируем какие-то представления о себе и о мире и они в данном случае управляют нашими глазами и ушами и так далее то есть мы переводим формат тех знаний и описание которые мы заложили в своей личности с нашими хотелками желалками со всеми изучениями там религиозной философии еще чего-нибудь еще чего-нибудь все это является управляющими нами нашими органами чувств то есть мы видим мир таким каким хотела бы видеть это наша личность наша программа которая закладывает мы не видим мир так как она есть на самом деле вот тема в группе слышал туда за к чене буддистское направление зачем такая штука простая очень очень простая надо сидеть и видеть просто то что вы видите и ничего не делаете как чуть взял вот я сижу и я все вижу нет мы не видите вы описываете все время вашем мозгу все время происходит описание перевертыш мы все время на что-то натыкаемся тоже сразу происходит период перевертывание какое-то описание в отношении а дальше последующие действия дальнейшем то есть я всегда вижу место не настоящие я всегда вижу то что мне диктует мой внутренний так сказать диктатор который во мне живет я его не могу отключить потому что он является моим хозяином данном случае поэтому вот этой вот технологии как подойти к тому чтобы вы хозяином стал ваша суть они программы которые заложились ожидать формирование этого набора личность это некая так сказать . как некий магнит который притянул к себе разные 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 информационные потоки которые сложились в виде какого-то такого образа себя со всеми хотелки меня такой я сякой здесь я здесь я построил да то есть я могу себя построить вот таким образом тем что но в основе этого лежит вот это вот помним помним да лежит основа который я пережил до года пока я слова там мама папа не выучил там мама мыла раму в школе букваре 7 классе дальше что симон и вот всему все семь лет вернее до первом классе тогда вот как раз вот это вот является некой некой фундаментальные основы нашего нашего существования и вот трансформации добраться до нее это самая главная задача так бы переформатировать нашу личность чтобы она была построена подо что под того чтобы она соответствовала максимально действительному так вот поэтому два понимания от этих органов бритья где это связано с органами чувств то есть как я вижу слышу обоняю не перевожу ли я это я сознаю как я перевожу это формат своей личности и даю свою оценку свою интерпретацию того что я вижу слышу и так далее понимаем да это же мы все делаем то есть просто не замечаем да что я что-то вижу но вы даже выгодь соглашаете со мной а вы что делать почему соглашается не на соглашаться это то кто кто вас соглашается кто кто соглашается у вас понятно поэтому когда мы видим вот этот вот объекта 322 которые связаны с непосредственно прямым контактом наших органов чувств то что я вижу что-то и происходит вот это переформатирование и на экране внутреннем экране есть такой экран сознания нашим да мы видим картинку уже которая которая хотела бы видеть наша личность не то что есть на самом деле дальше у нас есть вариант посредованного какого-то получение знания а так от мира я вам рассказываю сейчас о чем-то знаете вот здесь за уклон стоит вчера привезли слона да он в решеткой такой шутка из этих вот таких толстых арматурин словно с розовыми ушами розовый а хобот у него красный метра три высотой а на хвосте бантик и такой из этой из капроновой синий все увидели на самом деле стоит есть же . как работает вот это опосредованное то чего нет на самом деле но мы это можем заложить в своем сознании если бы вы поверите то там вот вы с этим будете жить сознанием слона а если я вам предложу это религию виде определенной книжки который написал что-то и вы про это за этого слона вы будете жить в этом за этом с этим слоном мы так и делаем это как бы опосредованное а можно еще миражи есть такие мари миражи номера же это попроще на переда когда мы как бы не понятно что в пустыне у нас нет например да ну каких-то так под нашим иногда пандарт на дорогах бывают такие блики есть там бах окажется что сейчас там вода какая-то разлита там жаркая погода особенно такой мираж а если еще например вы книжку почитали ли кино сходили посмотрели какой не про маньяков вечером идете кустик папа а там стоит и ножик у него блестит и глаза вот у него прям красный все да вы ничего там нету дошли то фу нет ничего но это это так работает наш ум он пытается моделировать ситуацию какую-то которую мы на самом деле этого нет нере это не является действительным это реальность который мы создаем посредством органов чувств через вот нашу личность которая имеет определенную так сказать ну как бы информационную базу которая вот ее таким образом переход перерабатывать дальше все так куда дел девается в память закладывается третий элемент это память вот память как раз она вот уникальная штука эта память да она собирает все впечатления которые мы буквально там еще утроба матери уже сформировали и мы их помним они записаны записаны вот в каком-то таком алгоритме который знает этот самый вот так называемый функциональный это вот та структура которая отвечает за словесную образную понятийную форму отношений с миром вот которые крик личности привязана эго модуль наш эго модуль да вот он туда вмещает много много разных таких элементов которые там собираются у нас и они создают вот этот способ взаимодействия с миром через понятие через описание через язык и так далее так далее и вот это все лежит в памяти а еще дальше мы можем оттуда брать и моделировать что-то вот мы создаем воображение да наше воображение такая штуковина которая постоянно лепит какие-то картинки в голове да то есть мы откуда берем их из памяти память это что это прошлое то есть мы уже разложили что-то а теперь мы оттуда вытаскиваем и хотим сделать что-то новенькое а новенькое построили на стареньком то есть шьем из того что вот там уже заложено там давно уже все сгнило может быть да но мы его вот пытаемся вытащить все и вот моделировать новый кафтанчик себе решить то есть мы создаем нечто как нам кажется что до новой до наше желание не новые желания но и новые они где-то когда-то кем-то были обронены и мы это запомнили но забыли знаю знаю но забыл так вот как бы то что мы проживаем что-то а на самом деле кажется или вот там реклама так сказать нанесла там куда-то надула что называется в уши там и вдруг мы захотели это откуда я хочу это я соединился моё внимание вы же боги мы соединились эта информация если они контролируют себя не контролирует свое внимание и контролируют свои информационные потоки то я соединяюсь с ними и они управляют мной то есть я соединяюсь с ними я стала этим то есть я хочу по чтоб то не стало и вот начинаю создавать реальность моя энергия тратится на то что на самом деле мне не нужно это не моё тем что сформировалась как упущенные пропущенные нереализованные я вдруг вот со страстью такой могу туда погрузиться и потратить там какое-то количество лет жизни может быть всю жизнь на реализацию вот этого западение наше понимание запал запал на что-то это западение но реализуется в таком виде да то есть тратой нашей жизни энергии при этом как бы формируется вот это вот как бы некое говоря обстоятельства судьба с обстоятельствами который привлекает туда людей привлекает туда много чего то есть какой-то каких-то там вещей там событий и так далее так далее которые мы проживаем то есть мы проживаем и как бы эти картинки мелькают 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 мы в них как вот если мы не осознаем что мы находимся в такой в сфере с накачанной каким-то игрушками картинками нереальностью вот то мы из нее очень сложно можем не можем быть поэтому то что мы верим в существование вот этих вот вещей которые на самом деле не имеют значения очень хорошо это когда мы проходим этот курс кто проходит нас курса по трансовым клеем такое состояние когда мы как раз имеем доступ к памяти памяти со всеми ее переживаниями причем память глубокая она может быть связана с там с рождением там с первыми годами жизни дам теми обстоятельствами которые нас как бы травмировали и тогда тогда много чего и вот мы переживаем это и вот начинаете видеть как вот ваши партнеры которые сегодня будете нормальные просто меняемся местами сначала одни дышим за практику а другие наблюдают потом меняемся вот те которые первые конечно осложнение потом по попасть они видят как это все а потом понимание происходит а люди страдают это вот увидит как там лицо там страх там слезы ничего не происходит на самом деле человек тучу он бродает почему бьется там головой там руками и ногами там о чем ничего же не происходит ничего же нет он переживает понимаете он же переживать серьезно если мы там пульс у него там вообще вот улетел давление тоже улетела то есть фактически все происходит в реальности как бы какой который реальность который был выплыл сейчас данный момент может пережить это состояние из памяти то чего нету уже на самом деле нет обстоятельств которые могли привести то но они есть те проживает их бежи переживает заново а если способен дальше освободиться он как бы убирает эту информацию из себя вот но а вот так прикиньте потом дальше переводить это все дна на жизнь и люди точно так же в этой жизни живут страдают мучаются так то а чего нету забавную штуку как бы открывает некие вот понимание же внимание некое понимание жизни как не ходят на самом деле какой-то буддист и иллюзия люди живут в иллюзорном мире они страдают мучаются от того чего на самом деле нет это что воем что они поверили вот этот созданный мир который они поверили и он их приводит к этим страданиям а реальности как таковой реальность этого мира на вот заставляет переживать и умирать даже на то что там от серьезного такого отношения к тому что я вижу чувствую и то есть судьбы которые себе там придумал создал вот такая штука вот поэтому вот это вот йога читаврите не ротхи да окажешь теперь то дальше как прийти к вот этому состоянию непосредственно связи с действительным тем что есть на самом деле видеть мир так как он есть не так как мы его хотим видеть с помощью нашей личности которая уже там получила определенную определенную прописку повреждения программ которые поврежденные они уже не а если мы несем а мы несем в себе родовые всякие так называемые проклятия по роду проходит вот это вот отношения там какие-то которые передаются там бабушка дедушка там мама папа там т т т т т вот как как относятся как относиться к миру как относиться к другим так противоположному полу к самому себе то есть вот там кто-то оптимисты пессимисты там еще что-то там кого-то что-то они там не видеть не любят ненавидят еще что-то то есть какие-то вот эти вот кармические мы помимо того что еще есть сущностные вещи на как бы еще плюс вот генетические докладки туда происходит такой набор информационных каких-то спрута такие в которых торчат постоянно таких провода тут информационные которые вылавливают там цивилизации там антлантида паципиды все в нас живут мы одновременно все эти родовые штуки протаскиваю через себя и в них как вставки которые у нас информационные есть мы бы проживаемся проживаемся как атланты проживаемся там какие-то там лемурийцы и так далее нас живет огромное количество тех программ которым являемся наследием наследием которые получили через вот эти линии передач есть буддизме линия передач там знаний учений вот а мы получаем линию передач от о мире точно также своих родителей от родителей там от своих своего окружения которые там дает нам это понимание и но это неплохо нехорошо просто такому случилось вот выбор то ваш тоже вы понимать его как ну как бы некую искать космическую таскать или как как пример представлять как устроен мир да в данном случае человеческий как почему мне в это место поместили на сейчас данный момент в эту семью вот в этот вот город там страну и так далее так далее глобус и вот мы сами виноваты не то что виноваты это наш выбор то есть мы как бы своими вибрациями которые в нас есть мы как бы притянулись туда и обстоятельства и в них воплотились то есть вот эти все вибрационные то что тесла говорил да это все технологии которые построены на резонансе на связи которые отвечают если есть внутри так как в нашем понимании есть в технологии и уголом есть понимание информационного реза резонанс ценного камертона камертон то есть который заряжен определенным образом мы получаем эти камертоны которые размещены в нашей информационной среде наш информационной структуре ну так называемый центр сознания или чакры и вот они фибрируют именно таким образом что вылавливают из пространства пространство на бесконечно там огромное количество наборов всех этих вот волн и он только вот это выбирает потому что он дает сигналы хочу это давай это давай это и вот из всего что есть она будет выходить вот то что будет соединяться с вами это ваша пока не поменяется камертон мы его не добавите новый или измените этот тогда вы измените обстоятельства своей жизни пока он будет вам только выдавать только что вот есть вот она заложилась все вы получаете только это поменять камертон через что через осознание через понимание через знание как этим управлять то есть в пророке дим камертону там трансформировать ну это как бы этот конструкцию страдают люди очень мне бэнкли нет а у кого-то шубы нет норковые еще какой-нибудь горностаевой это страшная вещь как же так жизнь не удалась грудь не там губы не тем еще что-нибудь многие не те имеешь люди страдают мучаются ничего не поменялось вот мне обстоятельства просто меня там правда более серьезная как действительно там вопрос жизни и смерти но тем не менее как я говорю да вот мы трансовый крик мы люди страдают всерьез то чего чего нет и то что является ерундой то я поверил в это но это для меня все нас обрело обрел обрело реальность которую я верю и хочу чтобы она была и отставить буду это свое вы не трогайте мою это мой бред я его лелею пистую и буду его держаться во что бы то ни стало потому что это вот как же так это я личность и отдельный я специальные особенный у нас его любил когда я учился специализация проходили ян генриевич гон голланд был такой начал жив по моему еще вот психиатр психология как раз обучался от на на кур на курсе где-то восьмидесятых годах вот и он как раз у него у него была проблема он как бы не про его проблема как бы не проблема скажем так его сфера интересов было лечение невротиков огромное количество невротиков до сих пор и нынче просто не так уже как-то меньше невроз как которые вот что он делал он собирал людей вместе так вот давайте рассказывайте рассказывайте про свой проблем вот рассказывать вам не точно так же а я думал это думаем у меня такие же я это думал это куду и только меня такое они все между тобой разговаривают у меня уникальности то нет оказывается вообще в одной луже сидим со всеми одни одинаковыми проблемами а я ты думал что я отдельно я такой специальный только у меня такие вот задвиги нет все такие это начинает как бы сдвигается в мозгах какая-то по значит что-то не так это не уникальность моя это просто бред какой-то который я должен могу с этим правиться давайте вместе и вот это вот как бы я алкоголик там столько-то лет там так далее я невротик я живу там так и каких-то мер мирах все мы можем это изменить хотя бы на уровне принятия проговаривания того что уже мы принимаем как факт совершившегося внутри внутри нас вот поэтому такая вот интересная тема вот а что в современном в юге современного мира это как раз не уход а приход мир то есть мы как бы выкается к при коммунизме там была такая у нас по байка такая да мы рождены чтоб сказку сделать болью да вот ну данном случае были надо делать чтобы как реально стать вот этим как бы частью вселенского процесса то есть как бы для этого как раз мы открываем тот путь к через трансформацию от этой личности которые в опять же вот как бы есть так креи да так называемые креи по матрешке если мы берем вот первая крея которые мы начинаем изучать это крея нашего психофизического организма то есть у нас есть тело до которое вот как-то живет она имеет отношение с этим миром мы формируем связи пример она отражает в себе все внутренние и внешние какие-то процессы которые проходят нашей системе и вот это вот изучение начальное изучение но на легче всего нам дается потому что мы можем чувствовать свое тело мы можем чувствовать его у вас есть возможность его как-то пережить описать зеркало посмотреть по крайней мере отработать действие который мы с ним совершаем вот мы сделали какие-то упражнения одно дело могу придумать что мне помогло другое дело я могу увидеть могу сделать какие-то измерения там кровь анализ дать там рентген сделать все изменилось я теперь я могу верить что мои действия там которые были связаны с моей медитацией с моей волей как бы моим вниманием оказывают действия на то чтобы реально могут изменить вот это 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 то есть параметры на уровень и это что дает мне веру еще большую то есть я могу управлять могу управлять своим не только психофизическим организмом это им другими структурами какими энергетическими следующий уровень про на яма управление праны жизненной силой то есть мы можем знать как она циркулирует как она работает как она проявляется 3 можно активировать с помощью начали дыхательных практик потом дальше специальных волевых технологий ну и тогда то есть право право дыхание это не является как на самом деле праны да это просто как бы один из способов ее активации как бы подготовительный причем вот как мы можем запустить процесс активации с помощью опять же то же самое внимание воли и веры но для этого нам нужно войти в контакт с праническими структурами а для этого нам нужно от отойти от физического тела а мы привязаны к физическому телу у нас проблема мы себя очень любим виде тела они видят там чего-то другого пока мы это не смогли ну как бы получить для себя опыт переживания себя как праны как жизненной силы который может циркулировать где-то как-то накапливаться да где-то проявляться мы это пока имеют только в голове опять же он ум это делает вот поэтому техникал технология которая разворачиваются в в осознании да как бы соединение с более глубоким так называемым тонким есть окна есть шарик так называемый да есть грубые формы да или тонкие формы вот тонкая шарира тонкое проявление она как бы дает возможность соединиться через ну и вот технологии как раз от этой саньямы когда мы отправлю направляем свое внимание отказываясь от привязанности к тому опыту к тому пониманию там к тому переживанию которое нас привязывает к телу мы привык проблем есть пока вам был про военные проблемы у нас никаких нет здесь это пока мы здесь проговорим про тело тело идея другой уровень да то есть когда мы же это уже вопрос информационный данном случае мы говорим про жизненную силу это вторая матрешка третье матрешка вот там где как раз идет взаимодействие с информационной средой каким образом информационную среду мы обрабатываем каким и как бы ее принимаем как она у нас входит она входит нас через слова образы понятия а к этому привязаны наши отношения да тогда она действует на нас таким-то образом и оказывает влияние на уже физическое тело таким образом если я хочу познать что-то как более глубоко то есть не привязываясь к просто к описанию там как каким-то или тем манипуляционным манипуляциям которые нам навязывается извне например да опять же о чем-то идет речь мы получаем ну недостоверную информацию на которую мы ведемся с которой мы соединяемся и попережь получаем переживание отражается на состоянии нашего эмоционального уровня эмоциональный уровень он эмоции даже такой эмоции это в чистом виде энергия энергия которая может быть окрашена либо плюс либо в минус положительно это радость блаженство и счастье все такое негатив это когда мы переживаем эмоцию там депрессивности там отдельности счастье в этом все плохо все плохо то есть вот это минусы это как бы сигнал о том шкала нашего внутреннего состояния мы можем ее раз тренируем в себе как учиться управлять этим пранаяма это пранаяма пранаяма который отражается на эмоциональном уровне шкала брун депрессухи минус значит нужно что сделать поднять каким-то так 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 то есть уже технологии там дальше применяем энергетические технологии как изменить статус с энерго структуры своей до поднимаем ее на уровень там радости блаженства и так далее поверьте что попали в которого нет просто пахнет потому что вы принюхивайтесь попробуйте понюхать ромашку ромашка дерьмо не пахнет ромашкой пахнет оба ромашка все здорово владелось дерьмо потому что вы перестали его воспринимать то есть вывод с ли влились влились уже в другое состояние это одна из тем управления как можно опять же управляя внимание направляя внимание и удерживая его в туда куда вы хотите а вам горит нет давай на дерьме сраточься важнее это вы туда попадаете и бас поддерживает в этом состоянии дерьмо ну через это время я дерьмом становлюсь потому что раз я дерьмо да нет я в общем то наверно другой вот поэтому знание себя как в необходимые условия креи и йога когда мы понимаем что мы не отождествляемся вот с этим с этим с этим то что он пытается вам как бы навязать и кто-то что-то и почему мы сами себе придумаем это многие же сами себя придумать мы с этого начали придумывать весь свою личность придумывая себя на сказать как избавиться от чего-то что с кем я не хотел бы встретиться в себе самом то есть вот задача как раз та самой психологии внутренней психологии йоги как бы увидеть вот в тип себе те мешающие для меня факторы которые связывают связывали бы меня с действительным с истиной не с образом представлением которые я себя наработал придумал представила живу теперь в них неплохо на самом-то деле но я прячусь за это вот потому что мне другого нету я не хочу менять ничего я живу вот в этом потому что мне вот вот так надо вот так надо потому что и и отказаться от этого я не хочу и не буду потому что мне это плод я столько лет потратил на то чтобы создать себя таким каким и вот сейчас я имею вот такие плохеньким за не очень там не радости да не так не много ну так но иногда могу блеснуть вспышка может быть какая-то к радости там чего-то а на самом деле опять туда же в это болото сам тихо сам собой я в дерьме так и живу поэтому но зато не держусь за все это вот понимание когда человек приходит а это связано с личностью да поэтому когда вот уровень личности проходятся следующим там буро уровень это является так называемый каузальный слой то есть то является причиной нашей жизни то что информационные содержимое база данных которые мы накопили а дальше когда мы ее перед трансформируем и получаем доступ как раз вот к этому истинному истину то что на самом деле является так называемый но большое я вот это лично это маленькая с точки зрения вот егическому понимания да это маленькая которая мы как раз вот писту и мы из ним живем а вот большое когда мы от него отказываемся ну тоже как трансформируем правильно назвать да мы можем выйти в это состояние суть его и я есть вот это большое большое правильное высокое настоящее она если это настоящее истинное то она наделено просто блаженством радостью потому что она и она является истиной ты как бы часть личности как бы часть истин неотделимые от нее то переживание этого состояния почему говорит оболочка блаженements коша она моя она надо она надобара на дама и сам то есть молочка блаженство называю как зачем попадает в одолочку блаженство когда он соединяется с истинами то получая блаженство вот в чем делал то есть не цель балдеть уйти в блаженство set получить истину то есть соединиться с ней тогда вы будете находиться своей радости ближе возвращаете себе ту качество потерянные то есть человек как бы рождается вот опять же с точки зрения легической науки понимание которое дает батанжеле говорит о состоянии суха то есть состоянии необусловленной радости которая даруется каждому человеку просто так потому что он родился и является частью вселенной подарок но с появлением социального уровня жизни но начинает выдавливаться из человека до постепенно мы теряем эту связь с этой радостью которые необусловлены и мы теряем ее достаточно серьезно то есть как бы пытаемся потом дальше ее найти каких-то суррогатах деньгах там во власти в значимости принадлежности и так далее так далее то есть как бы найти для себя то чего у нас как бы забрали а кто забрал социум забрал то есть мы просто повернули себя в не свое внимание туда и соединились с этим но блаженство и радость она не ушло но там где-то просто лежит мы на него сейчас не сфокусированы и вот внимание которое мы направляем на глубины свои как раз вот это освобождение от таких вот иллюзорных каких-то представлений добравшись до целого центра как мы называем портал связи со вселенной у герлоуин или львовича физика у него краска говорит что есть какой портал или канал связи через который идет вселенский код развития вот та же вселенная разговаривает с нами на с нами на этом на своем языке язык у нее какой вселенной нет языка она не на русском я английском на французском и на иврите о чем она говорит на чувственной интуитивной форме взаимодействия с нашими структурами а этот специальная особая как раз структура которая есть у нас она вот мы воспитываем в себе как только начали научили слова говорить мама папа мы воспитываем в себе этот вселенной структуру которая называем функциональные умы его задача выжить этого функция поэтому он функциональной функции выжить а для того чтобы выжить нам нужно быстренько получить информацию о мире где она в социуме не должны сначала дать вот эти слова сложить главитике предложение потом на эти предложения дальше нагладывается понятие мир так устроен вот так устроен социум так устроен так жениться на так родиться так умереть вот все это вот отношение вот так 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 выстроить не описали мир описали такой какой он должен быть вот этим языком поэтому мне в язык вводят а чтобы вселенная она не знает русского языка на не на них у другого языка на знать свой свою развертку информационную которая идет через чувственно интуитивное прочтение напрямую поэтому когда йога чита врите не ротха если мы хотим получить знание до того из действительного истинного мы должны убрать описание убрать слова то есть подавить вот этот инструмент который мы развиваем всю нашу жизнь как только мы первое слово сказали дальше нас постоянно только на обучают этому а чувство мужа перестаем доверять то есть они как бы бывшему находится в описании описательной части то есть мы перестаем чувствовать свое тело перестаем верить себя верить во все остальное да потому что мы берем слова описание в идее представления вот они становятся важнее чем действительность такая которая привязана к истине вот это самое главное поэтому как раз тем тема йоги именно заключается в этом как вот таким образом понимая вот эти все параметры которые сейчас мы пытались с вами изложить здесь за понимание как подойти к дальше к практике йоги что когда мы увидели вот это все и все это полотно еще мы сотканы и что есть какие-то выходы из этого что можно на самом деле если мы захотим это самое главное в йоге самое главное захотеть йоги всерьез захотеть изменений а это очень сложно мы мало мало людей которые способны вот асаны поделать там покрутиться какие-то ритуалы мантры попеет там чего обалдеть это можно это просто хорошо времяпрепровождение развлечения а вот зачем сейчас я говорю это всерьез понимаете чем дело вот это разница поэтому когда подход идет в этом подход к йоге как к развлечению или как какому-то времяпрепровождение которое для вас либо там какую-то пользу приносят вот пользу для кого моей личности я самоутверждение раз для моего то может быть здоровья для чего я хочу быть здоровым чтобы больше там подольше выпить есть там получить каких-то больше привилегий от мира от жизни так и так далее в основном то для чего именно траве и туда там вот чтобы мир мир спасти там построить чего-нибудь эдакое нет очень просто все для моего эго поэтому а его нужно утвердить надо как-то его продвинуть значимость свое вот стать там может грубо каким-нибудь там грубкой тясаны еще чего-нибудь такая йога всерьез это я тихо сам собой мне не нужно ни паства ничего не надо демонстрировать свои там достижений каких-то упражнений а кому надо они его делают том что не им нужно самоутверждаться то есть опять же развивать эго свое значимость важность а для вселенной это не нужно чтобы с ней разговаривать не нужно наоборот осваивать ее язык на человеческий язык в данном случае он как бы вот внутри бы такого описание дальше сказали что развивается скажите пожалуйста ваше мнение вот махабхарате у граупади было одновременно сразу несколько мужчин вот потом вы сказали там бургимовские это женщины были там же один мужчина женщины вот этот вопрос это все таки махабхарата как раз финиш матриархата был потом патриархат куда мы сейчас двигаемся в каком направлении вообще с позиции в вашем не с позиции йоги но смотри махабхарата это эпос который не является универсальным универсальным является для индусов это как у нас есть свои сказки есть легенды каждого народа который сформировал создавал опять же из почему он умеет и эпохи менялись и до сих пор существует он в тибете например там многомужества пожалуйста существует до сих пор то есть одна женщина может иметь несколько мужчин и . это просто связано социальными как бы с природными условиями жизни то есть определяет многое в разные кто куда кто куда движется кто был богатые там это всякое кто значит традиционным ценностям это вот как раз то самое выбора и разделение которое для человека если раньше этим управлялся как бы как как условно говоря и грегор на который там создали какую-то идея надо без задоминировала и все а сейчас такой доступ к информационной среде каждый может выбирать для себя сам как какую он хотел бы жизнь прожить и каждый выбирает и какие-то какой-то мере и и реализуют для себя да там попал кто-то живет там с многими мужчинами кто-то с многими женщинами это тем более есть религии которые там пожалуйста мусульманство но много-много жесткого не знаю я бы не стал так говорить об этом нет ну как бы нет почему патриархат просто ролью меняется не меняется роли социальные роли опять же они сделаны и то есть опять не является информация как раз вот та самая среда которая может быть навязана то есть она в данном случае навязана то есть кому-то вот есть группа людей до которые сейчас мы узнаем которая хотела бы уничтожить сказать большая часть населения на земле потому что они вот как размножаются много мне много не надо мне вот хватит миллиарды ты поменьше может быть даже зачем моим воздухом дышит я же хозяин жизни сегодня мне много миллиардов так далее я теперь хочу управлять этим процессом на земле но это моя глупость или мое невежество которое определяет эту но у меня есть деньги мне средства есть я могу начать как бы переформатировать людей я знаю как устроены люди люди все управляемые если они не йоги как в том понимании йоги всерьез да и тогда они не способны видеть действительное то есть они не способны стать хозяевами управлять управлять своей собственной жизнью поэтому я беру на себя такую функцию и управляю вами через сми через все остальное поэтому хотите быть патриархат буду патриархат корейки матриархат сейчас главной формацию заложить заплатить сделать все я так могу сказать что я вот немножко статистики скажу что вот по россии за последние годы 40 процентов домохозяйства на одного человека то есть несколько лет назад это статистика было 20 процентов сейчас уже 40 процентов домохозяйства по городу в городе примерно 45 процентов он более свободный а в деревне 35 процентов это находится именно одиночек деревне и так это цвете и поэтому вот мое мнение что был матриархат а потом это давно потом патриархат а сейчас сама это в том плане чтобы люди становятся самостоятельно если забили 10 этих налоги и вот люди могут сами себя обеспечивать и могут жить в общем-то раскрывает свою индивидуальность это как было первым вопросом второе значит только трех вопрос юга серьезности юга всерьез да это всерьез а вы скажите серьез вообще это как бы измерение ума это серьезность и получается так что вот юга это как раз выход за пределы ума получается так что это сухая вода как вот здесь вот это вот понимать если мы говорим про партия хара и пятая ступень люди что серьезность это напряжение и партия хары как раз это еще пятая ступенька когда мы должны убрать вы напряжение в том числе и серьезность а вот этот момент конфликта между то что мы говорим что мы будем практиковать сухую воду конечно как каан может быть использоваться здесь в этом направлении но как бы мое мнение здесь что это серьезный юга это такое что-то вот такое ну вот как есть измерение ума измерение ума есть изменить юга она трансцендент скажем так вот как это вот связь связывается если бы вы сказали менее серьезный юга как вот вы говорите это не истина не то что то мы подходим уже более ближе а когда мы говорим что это серьезный юга это противоречие как я не знаю соленый сахар чурка но в этом они вы как вот видите я это все таки вот это вот как бы два слова которые в общем-то они да они друг с другом как-то не не жевать второй вопрос я все мои лекции она вот сейчас это было об этом только лишь два часа сложить это серьезно но это получается что ты знаешь как бы это реально сейчас подтверждение твою что ты держался за свою концепцию которая днифы не захотел положить не захотел выйти даже за пределы услышать того о чем сейчас разговаривали потому что вот эти партия харр и прочее прочее миш сейчас как бы об этом даже убрать вот эту конструкцию которая уже сложилась вот для того чтобы просто простым языком простым языком это что я сейчас пытался сделать да я пытался простым языком описать достаточно сложное построение которое как раз присутствует в знаниях у тех людей которые пытаются изучать час югу который для которых она считается как бы йогой как доковой а выбрать слова всерьез почему тебя же клюнул клюнул на это слово взял пришел я это просто ну как бы я не знаю там увлекался что еще буддизм да то есть как бы это все вы не слышали все это буддизме два пути основных путь смеха и путь танца лишь какая интересная интерпретация твоя интерпретация у кого-то алмазный путь там это как раз вот хиная путь смеха и путь благодать скажем так и большая вот этот колесница маха яна это футанца это когда будет большая колесница если это любовь и строчек это то есть о серьезности вот есть два основных это пути путь смеха и путь танца это как раз есть любовь есть благодать вот любовь это это результат на уже мы сейчас должны закончить наверное и вот эти тела они как они растут последовательно они не растут последовательно понимать они как бы это человек растет это вначале у него как в материи потом энергии потом идут эмоции потом идет разум и потом идет ананда идет блаженство вы сказали надо прыгнуть вначале в сознании и придет это блаженство это не так оно получается идет последовательно в начале идет ананда потом идет истина вот это это принципиально понимаете это то есть каждое тело но развивается следующее эмоции расцветают разумом глубоким водхи как бы идет а ананда она идет это вопрос это после разума я в том плане что последовательности и вот здесь вот о том что надо написать не придете к ней без ананда не придете ананда это не после истины а это перед истины я не понимаю о чем идет речь тебе то что я об этом вообще-то слышал вообще-то слышал бы слышал ли ты слышал о чем если разговаривать и сидер держался за свои представления до сих пор ну как это подожали же эти тела развиваются последовательно 5 тела ребят вы их будут любить снимать свой это почитайте но у меня нет я я неграмотно я вообще читать не умею я беру сижу и смотрю истинно идет после блаженства понимаете они вере истинный туда после блаженства они не не как замечательно то есть как бы это твоя как раз по интерпретации я с том что если к вы читаете будете кончиком так называемый комментарий с утром патанжели патанжели вообще этого ничего нет на самом деле давай возьмем любую с любое описание на санскрите это то что сейчас говорит что вообще этого нет это то что прочитывается уже и там как бы интерпретируется ты прочитал какую-то интерпретацию которая тебе вот так выдают есть интерпретации которые когда-то я читал час я давно очень читаю значит которые совсем по-другому подают это и вообще формируется все это одновременно и сразу то есть и рождаешься как бы уже готовом сборе и то что соединяет душа душа соединяет она соединяет как потенциальности не потенциальности как бы уже человек созревает меры даже как во время как я учился на педиатрическом свое время педиатром был да и вас как бы советское времена это все было в 70-х годах поэтому как конца концепция была такая что ребенок он рождается вообще ничего не какой вообще никакой ну вот сейчас вот ты говоришь то же самое да как бы подучая потом начинает у него возникать вот он все-все-все-все а вот тогда уже появились на на западе учения профессор был бауэр такой у меня книжка потом появился и потом читал раз говорил о том что уже в ребенке как провел эти исследования у нашей советской адреса да человек он чего не понимает поэтому делать ним что хош там завернул запеленал там бросил и оказывается он все уже чувствует у него все есть у него все ощущения он все записал записывает у нее все 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 присутствует и как бы вот это вот пеленованный спеленованный ребенок он уже проживает и переживает совсем другие состояния а концепция о том что он когда-нибудь разовьется и потом когда-нибудь поэтому можно сделать с ним что хочешь сейчас он ничего не понимает все равно в трансовых реях когда ребенка там девушка ну я не буду долго история сказать который там трясли из нее плотные воды она ее сознание которое было закрытыми глазами она видела кошка это была весна дерево и кафельный пол а потом у нее в школе возникла бронхиальный астма атипичная до который постоянно не возникал на какие-то опять же весной когда она подходила к окошку видела дерево и вдруг почему-то у нее начинали приступы скорую возили когда он пришла в трансовое состояние мы про с ней поработали взрослым взрослым в взрослом виде начат психологом работает в интернете можно найти так она пережила это состояние на рыдала там плевалась вот этим плодами водами во время как раз это транса она просто вспомнила она увидела это вот почему причина причем моих причин болезни которые у меня нету я наглоталась меня просто за ноги тряс акушер вот так чтобы плодные воды из нее ушли а у души которая зафиксировалась в ее памяти в теле она сохранилась поэтому говорить о том что это какие-то там процессы вот это все и построение как того самого ума который придумал надо вот так так и так я это принимаю эту концепцию которая вот мне приятные мне удобно я прочитал я поверил этому этому автору а у меня есть опыт я анализирую какие-то вещи которые из себя своего опыта многолетнего да и плюс других людей которым я работал там всем по-другому все это поэтому можно спорить там концепция красоттим занимаются пандиты те которые читают одни книжки дорогие читают другие книжки и вот каждый пытается спорить как как какого значит как как раз лошала росла это и редко там так или вот так вот и мир собой потом дрались из-за этого помните такие сказки проект поэтому вопрос йоги всерьез если как раз немножко из другой плоскости не от того как какие концепции мы принимаем какие мы не принимаем как раз мы сейчас говорим о том как устроена понимание мира человека концепции как он формируется эти концепции но это этим как раз занимается йога именно йога которая является йога не при признаком какой-то философии не непринадлежностью к философии непринадлежностью какой-то школе непринадлежностью каким-то скажем так либо фитнесом либо юнью эйджем там либо религиозным концепциям опять же который там в низкой в индийской философии если вы не просто был период когда этим погружался потом все забыл слабо но я там понимал многое ве читалось он был доступно тогда тогда там столько противоречий столько разных школ которые одна другой противоречит и вот то что сейчас ты говоришь этот как раз вот одно одно из одно из направлений которые когда-то там где-то можно было бы если начнешь других авторов искать там другое представление они спорят об этом я этого не говорил нет я говорил я говорил о гернацком они живой материи которая переходит в живую материю это другая совершенно конструкция не не мир и которых мы говорим там это устройство опять же берут не путают на всякие эти теософские дела вот это понимание миров которые это другая опять же другая тема другой философии всплывает с твоего ума и мы сейчас говорить просто о том что существует развитие которое бы был бы выразил свое время вернадский что неживая материя проходит преобразование в живую материю биосферу а потом живая биосфера логично должна перейти в сферу разума это и не надо сейчас какие-то другие подмешиваются есть представление знаний просто это очень просто все вот так 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 и так почему человечество вымирает почему цивилизация одна другая третья тоже вопрос как бы версия они мне при не претендую на истину а мне кажется потому что не выполняется задачи как раз вот цивилизации стать задачей вселенским членского уровня то есть человечество не приобрело разума такого который требует от нее вселенная не не трансформировала его в поэтому цивилизации просто счищается выбирается раз ну как не 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 сумевшую воплотиться в как бы воплотить задачу сценарный план то есть как бы пошли вот поэтому эгоистическому своему пусть сценарию развития сам своим каким-то заморочкам которые каждой цивилизации присутствовали и отдельности из этого мира один каждый достигал этой отдельности кстати смотрите вот исследование про тех же самых крыс которые сейчас подтвержденные в интернете можно найти очень интересная тема да как как развивается патриархат матриархат идет развитие берется популяция крыс они начинают размножаться их кормят поют дают все что надо и они начинают развиваться в такой степени что сначала множится потом популяция доходит до максимального предела жратва продолжается в них все есть и ничего не надо меня перед не надо бороться они даже там добивать давать пищу что происходит они перестают обращать внимание мужики на женщин а зачем они отдельные они них нарциссизм они красуются появляется вот те самые лбгт да это все это эксперименты проходили неоднократно ученые ставили в америке вставляете потом значит появляется вымирание естественные вымирание потому что они мне не надо я сам себе мне все есть я никто не развивается они просто любуются сами собою им нарциссизм важнее я и отдельный мне все теперь есть и мне не нужна не пара не ник не напарники может быть все такое и происходит падение популяции при наличии благополучия всего и воды и питья и безопасности ничего не надо вот она поэтому матриархат или матриархат вымирание происходит они от того что жирно называется бесятся как все есть развитие нет развить когда происходит когда страдание у людей когда они не в идеях находится когда у них не не беда золотое и так далее а когда жрать ничего вот тогда происходит развитие тогда люди идут по этому пути как поиска истина когда ты мне все хорошо для вы выдумываю из пальца высасываю себя проблемы какие бы мне сделать их поэтому нет никакого развития в большом богатстве и большом благополучии это вымирание это это просто факт так как доказать доказаемый поэтому цивилизации которые доходили до какого-то такого уровня дошли до этого промыть и вдруг они стирались земли вообще вулканами там еще чем-нибудь потопами и прочее прочее а накапливалось то что там все эти содом и гамора возникали от чего бы они не просто какие-то сказки на на них на них есть намек доброму урок поэтому то предвестник не какого-то высшего благополучия наоборот разложение максимального который по 200 конца большей частью поэтому пока не будет вот этого трансформационного процесса когда человечество способна будет при по не понятия принять вселенную и себя частью вселенной они отдельным все есть себе там в отдельной ком комнатухи чего-то там себе высасывать из пальца это вот как раз задачей йоги современного мира который наш называется йога всерьез спасибо за внимание а